Часто подростки говорят, что родители их не слышат. И родители говорят то же самое, что их собственные дети не слышат или не хотят слышать. Почему так происходит? Давайте разбираться. Вот где происходит этот дисконнект между ребенком и взрослым, и как его преодолеть? Часто такие фразы можно услышать от семей, в которых дети и родители не совсем понимают, что хотят друг до друга донести. Дети говорят одно, родители слышат другое, и тогда происходит вот такой разлад, непонимание, какую мысль вообще, в каком формате хотят донести дети и родители. И здесь очень важно, правда, здраво оценить ситуацию, сесть безэмоционально, постараться. Ну, конечно, это сложно, да, не переругавшись, попробовать услышать друг друга, попробовать понять, что в итоге мы хотим получить, о чем хотим поговорить. Это очень важно выйти на откровенный, честный диалог. Ну, по моему опыту чаще всего такое происходит из-за того, что родителям вообще сложно принять, что их ребенок уже не ребенок. У него помимо детских проблем, которые раньше были, еще наложились уже и взрослые проблемы, какие-то там ответственность какая-то больше за свои подступки, за свое будущее. Родителям сложно понять, что ребенок уже не так нуждается в своих родителях, в их мнении, в их поддержке, что он уже больше опирается на свое мнение, даже больше на мнение своих сверстников. Вот. И чаще всего вот из-за этого у них диссонанс какой-то. Хочу встать немножко на защиту родителей. Иногда бывает обратная ситуация, когда действительно хочешь помочь ребенку, поделиться опытом. Но, как мы уже, да, сказали, подростковый возраст – это такой период, когда у тебя авторитеты становятся уже не настолько авторитетными. Тебе кажется, что ты знаешь лучше, чем родитель. И если даже он тебе что-то советует, нужно сделать наоборот. Поэтому бывают разные ситуации. Больше ребенок тоже не всегда хочет. Появляется уже такая критичность к родителям своим. То есть, если дети там до подросткового возраста, они прислушаются к мнению родителей и считают, что это авторитетное мнение, то подростки уже критикуют своих родителей, уже видят, что они не идеальны. Ну и в принципе, если быть честными, то часто и два взрослых человека не могут договориться друг с другом, а тут у нас накладывается еще, что это и взрослый ребенок. Вот если начинать с самого начала, вот как ребенку, подростку набраться храбрости и поговорить с родителями о том, что беспокоит. Ну просто у нас же такой ритм жизни, что не бывает, ну это как-то сложно себе представить, что в какой-то субботний вечер ребенок приходит в комнату к маме и говорит, мама, мне нужно с тобой поговорить. Для этого, даже для этого нужно набраться какой-то огромной смелости. Как? Ну да, как вы уже сказали, в нашем ритме очень сложно поймать какой-то момент, чтобы спокойно поговорить, чтобы тебя услышали. Но это действительно важно, потому что если ребенок подойдет к своей маме утром, когда она там собирается судорожно на работу, там младших детей в сад отводит, а ты подходишь к ней говорить о чем-то важном, ну скорее всего тебя, конечно, не услышат. Важно поймать момент какой-то более-менее подходящий. Ну и если ребенку, например, тревожится, то, ну если он тревожный и ему сложно вообще решиться, то мне кажется, очень важно взвесить для себя, что для тебя будет страшнее, ну если так можно сказать, вообще не поговорить с родителем на важную для тебя тему или все-таки переступить там через какую-то свою тревогу и все-таки решиться и поговорить. Можно какой-то еще план себе прописать там как-то тезисно, чтобы ты не растерялся, когда начал разговор важный. Да, и вот про то, что времени не всегда хватает, здорово вот это время на какие-то семейные встречи, да, прям внести в обязательное расписание. Бывает так, что у семьи есть, например, обычаи обязательно ужинать всем вместе, где мы можем обсудить какие-то вопросы, поделиться чем-то. Очень здорово, когда есть вот такая традиция, ты точно знаешь, что сегодня ты сможешь поделиться тем, что тебя волнует. Ну и вообще часто бывает так, что мы не слышим детей там до их подросткового возраста, не берем во внимание их проблемы и потом внезапно расстраиваемся, почему же они не хотят прийти и рассказать свои первые влюбленности о том, как им тяжело сдавать экзамены, какие у них проблемы есть в школе. То есть это должна быть система с самого раннего возраста, когда у ребенка возникают первые трудности. Пошел в детский сад, кто-то отобрал игрушку. Это тоже то, с чего стоит начинать, с чего стоит выслушивать уже ребенка и понимать, что это то, что его волнует. Поэтому системность и возможность в это времена, это то, что является залогом, что ребенок будет с вами делиться и в будущем. Очень часто подростков останавливает не только там даже нехватка времени, а пугает реакция, возможная реакция родителей. То есть не обязательно, что она будет, но в голове уже простраивается, как же отреагирует мама, папа, если я подойду там и сообщу о какой-то проблеме. Как ребенку с этим бороться и вообще стоит ли задумываться о вот таких возможных реакциях? Я думаю, что нужно быть готовым к тому, что родители могут отреагировать не так, как мы ожидали. Морально, прежде всего, себя подготовить. Ну и вот я, например, в своей работе часто подростков прошу представить себя на месте родителя, как бы ты отреагировал. И напоминать ребенку, что родители тоже живой человек, что у него тоже есть какая-то своя предыстория, там свое будущее, прошлое, его, как его воспитывали, какие-то его там травмы и все такое. Чтобы ребенок тоже видел в своем родителе человека. Да, и то, о чем мы уже говорили, что у родителей тоже живые люди, у них могут быть сегодня тоже проблемы. И если он отреагировал не так, как ты ожидал, дело может быть далеко не в тебе, а в том, что родителя поругал начальник сегодня на работе, облила машина, когда мама возвращалась. Поэтому нужно тоже в некоторых ситуациях снисходительно относиться к своим родителям, несмотря на то, что они взрослые, ответственные люди, у них тоже бывают плохие дни. Ну и все-таки редко, конечно, бывают ситуации, когда действительно к родителям дети не могут обратиться. И тогда стоит иметь того взрослого, который может заменить его. Взрослого, к которому ты можешь подойти, потому что любому человеку нужна поддержка, и любому человеку необходимо делиться теми переживаниями, которые имеются у него. А иногда бывает обратная ситуация. Когда родители хотят поговорить с ребенком, наступил подростковый возраст, но часто подростки становятся немножко такими ежистыми, они, может быть, им и нужна помощь, и поддержка, и разговор, но они ощетиниваются и как-то вот «ну мам, ну не надо, все, я не хочу об этом говорить». Вот что делать родителю? Искать подход, настаивать на своем или отпустить ситуацию совсем? Я думаю, что давить точно не надо на своего ребенка. Важно обозначить, что я тут, я готов тебя выслушать. Если ты захочешь, я всегда без критики, без какого-то давления готов тебя выслушать, принять и поддержать. А вот без критики это тоже, это получается, ну, кроме обещания, еще и нужно быть готовым, его надо задержать. Иначе если мама говорит или папа, что ты всегда можешь ко мне подойти, а потом ребенок подходит. Конечно, он тогда не подойдет. Да, и получает такую реакцию, конечно, он не будет подходить. Есть еще разные варианты, как можно поговорить на какую-то интересующую тему. Это, может быть, не просто разговор в лоб, да, вот садись, мы с тобой сейчас поговорим о первой любви или еще о чем-то, да, а посмотреть вместе какой-то фильм, обсудить персонажей через вот такие метафорические вещи, обсудить то, что волнует, послушать какую-то там песню, прочитать книгу, все что угодно. Не говоря конкретно о своем ребенке, а вообще о явлении, да, о персонажах, которые могут испытывать те же проблемы, которые вы видите у своего чада. А можно ли, допустим, это соединить, ну, там, например, в семье, где вообще не принято вот так вот садиться, разговаривать, такое тоже у нас бывает, и этого очень много. Действенно ли заняться чем-то, допустим, совместным и как бы, ну, подспудно что-то как-то потихонечку начать разговаривать? И вообще, насколько это действенно? Ну, конечно, действенно. Можно и фотографии, например, посмотреть там своей молодости и рассказать так, между прочим, что, ой, вот у меня была первая влюбленность, я помню вот в этом возрасте, я такая счастливая была там или что-то такое, рассказать. Может быть, ребенок сразу-то и не поделится своими какими-то переживаниями о своей первой любви, ну, по крайней мере, у него отложится, что он, ну, наверное, тоже может с мамой поделиться своим каким-то опытом, может, он там дозреет, через какое-то время поделится. То есть момент, ну, моментальной реакции ждать все равно не стоит? Может, она может быть, а может и не быть, да. Да, ну, в любом случае совместная деятельность – это то, что сближает, и действительно, чем чаще это будет происходить, тем больше у вас возможностей, что ребенок вам откроется. Ну, и согласна, что ребенок не всегда может дать ответную реакцию, но воспринять ту информацию, он способен, когда вы ему это доносите, это отложится как опыт, как один из вариантов, которые он может применить в своей ситуации. Иногда вот бывает, что начинают родители с ребенком говорить, ребенок с родителями, и разговор там пошел не в то русло. Вы вот правильно сказали, что очень важно еще не переругаться в процессе разговора, да, и, ну, не всегда это получается. Вот стоит ли потом возобновлять разговор или что? Вот что делать? Обычно после этого хочется, вот после этого как раз мы и слышим фразу, вот он меня не понимает, и все, вот один раз тебя не поняли, уже второй раз не хочется. То есть думаешь, опять будет какая-то ссора, споры. Что делать? Ну, родитель, чтобы продолжить разговор, должен быть эмоционально готов, потому что если повторится снова ситуация, когда все закончится скандалом, и вы хлопните дверью каждой в своей комнате и закроетесь, то дальше уже вариантов вернуться к этому не будет. Поэтому нужно здраво оценить свои эмоциональные ресурсы, насколько мы готовы. Если мы понимаем, что были неправы и чрезмерно отреагировали на то, что сказал нам ребенок, нужно честно ему в этом признаться, что действительно меня это там, не знаю, расстроило, взволновало, поэтому я так отреагировал, но сейчас готова или готов продолжить разговор и поговорить, да, спокойно, выслушать тебя, высказать свою точку зрения. Если ты этого хочешь, то мы можем продолжить. Но это действительно должно быть честно, должно быть не эмоционально, должно быть принимающее и не обесценивающее. Вот как принять другую точку зрения? Философский, наверное, вопрос, потому что он не только о родителях и о детях. Но давайте вернемся к подросткам. Вот если подросток идет с мамой поделиться первой любовью или с переживаниями, любыми своими проблемами, и ожидает, вот как Надежда сказала, да, проигрывает, допустим, ситуацию, он бы, допустим, на месте взрослого поступил бы так, дал поддержку, а родители дают другую реакцию и абсолютно другую точку зрения на вопрос ребенка или на его переживания. Что делать? Как это принять подростку? Ну, это тоже жизненный опыт, через который ребенок должен пройти, что мир не такой, как мы себе представляем, порой бывает. И это иногда бывает даже жестоко и страшно. Но это так. И дальше что делать? Ну, вот он прошел этот опыт, сначала больно. Да, больно, ну, принять это как опыт свой. Можно поговорить, ну, если там с мамой, допустим, этот конфликт произошел, с мамой, наверное, уже на эту тему не поговоришь. Найти какого-то другого значимого взрослого, ну, или хотя бы там подругу какую-то, с кем ты можешь это обсудить, хотя бы, чтобы не таить это в себе, чтобы прожить это. Ну, действительно, обратиться за мнением к другому человеку тоже было бы неплохо, чтобы понимать, да, что бывают разные реакции на то, что ты чувствуешь. И, да, они не всегда такие, как тебе хочется, но можно обратиться к кому-то еще. То есть это не конечная точка, не конечный результат, который ты получил. Ну, и плюс я, опять же, за то, чтобы потом рассказать о своих эмоциях родителю, что я пришел к тебе за поддержкой, да, мне было бы важно, чтобы ты просто меня выслушала. Если ребенок не хочет, чтобы ему давали советов, так и сказать, что здорово, чтобы ты просто посидела со мной рядом, обняла, когда я тебе расскажу, и не надо ничего мне больше говорить. Конечно, бывает сложно сдержаться в этот момент, но постараться все-таки стоит. Поэтому такой вариант донести до родителя свою точку зрения, свое состояние тоже возможен. Вот про других значимых взрослых тут, как и везде, есть обратная сторона медали, да? Например, есть ситуация, когда реакция мамы ребенка не устраивает, реакция папы ребенка устраивает, и, допустим, подросток постоянно обращается, например, уже к одному взрослому, к тому, чья реакция ему более понятна. Но это же не всегда означает, что она более правильная. Мама может быть и более права, чем папа, и наоборот. Что делать, и как вот это для себя, вот на что обратить внимание подростку, как для себя не делать этот перекос в одну сторону, к тому, кто, например, всегда все разрешит? Вот тут самая такая классическая ситуация. Ну да, часто бывает, что там мама не разрешает, пойду к папе, он точно отпустит. Здесь, наверное, больше не про подростка, а больше про взаимоотношения между родителями, потому что залог здоровых отношений – это когда родители придерживаются единого стиля воспитания. Это комфортно и для родителей, и комфортно для ребенка, когда он понимает, чего стоит ожидать от взрослых. Поэтому в первую очередь это такое вот взаимодействие между мамой и папой. Потому что, правда, ребенок будет выбирать тот вариант, который ему больше подходит, который ему более удобен. Мама не отпустит сегодня погулять, значит, папа отпустит. И здесь важно обратиться к отношениям между родителями все-таки, а не к тому, как ребенок себя должен вести. Важно, что ребенок вообще к кому-то приходит. Пусть это будет хотя бы папа или хотя бы только мама, чтобы хотя бы с кем-то был контакт. Потому что ребенок может закрыться, тогда вообще никто ничего не узнает. И здорово, что такой человек есть в семье, и если он есть, это прекрасно. Пусть даже это будет бабушка. Или даже хотя бы это будет школьный психолог или какой-то репетитор тот же, с которым он занимается дополнительно. Это важно, что ребенок с кем-то делится. И родитель должен не ревновать, а принимать и радоваться, что он делится с кем-то из взрослых. Вот это как раз про ревность был следующий вопрос. И он тоже возникает. Очень часто взрослые не могут просто сдержать вот эту ревность, почему ты там делишься только с мамой или только с папой. Или почему ты не хочешь делиться с нами, как с родителями, а хочешь пойти к бабушке, к тете, к школьному психологу. Что тут родителям? На что обратить внимание? Как эту ревность все-таки сдержать или обуздать? Или что с ней вообще делать? Во-первых, стоит оценить ситуацию, почему ребенок приходит к другому человеку, почему он не приходит к тебе, как ты реагируешь на то, что он тебе доносит. Возможно, твоя реакция достаточно эмоциональна, ты можешь ответить грубо или так, как не стоило бы отвечать ребенку. Поэтому нужно сначала оценить это. Во-вторых, конечно, ревновать в этом случае нельзя сказать «не надо», потому что это чувство, которое возникает само собой, когда ты понимаешь, что тебе уделяется не столько внимания и времени, как хотелось бы. Но стоит понимать, что действительно я с надеждой согласна. Лучше пусть он расскажет это кому-то, чем будет это держать в себе, что у нас есть вот этот человек, и через него в дальнейшем можно выстроить доверительные отношения с ребенком. По мере возможности, включаясь вот в этот процесс обсуждения, с этим тоже можно работать, перенимая навыки или умения, которые использует этот человек в общении с ребенком, видя, как он взаимодействует. То есть там тоже можно чему-то научиться. Ну и вообще, мне кажется, важно родителям тоже вспоминать, какими они были подростками, и вряд ли они всем делились с родителями. То есть родителям важно это тоже возвращать, напоминать об этом. А если говорить про самого значимого взрослого, с которым ребенок делится, вот как ему дальше себя вести, если ребенок делится с ним чем-то важным, но это, допустим, не мама и не папа. Ну то есть у меня был такой случай, что у родственников дочка рассказывала мне то, что она родителям бы никогда не рассказала, потому что я как-то очень спокойно реагирую. Опять же, это не мой ребенок своего, может быть, я бы и не так спокойно реагировала. Но потом начинали сразу вопросы. Что рассказала? Что рассказала? Ну, это уже не маленький ребенок, это уже подросток, и он не всем бы хотел делиться с родителями, иначе бы он рассказал им. Вот как правильно себя взрослому вести, чтобы и как-то это попахивает и предательством, с одной стороны, если ты взял и маме все доложил, ты же не знаешь, как она отреагирует. И с другой стороны, ну, родители тоже должны знать, что происходит у ребенка. Ну, здесь важно разделять информацию на два типа, потому что, во-первых, важно понимать, что если вы будете рассказывать ту информацию, которую бы ребенок не хотел, чтобы вы рассказывали родителям, ваши отношения в итоге, конечно, тоже испортятся, больше он к вам не придет. Есть информация двух типов. Это, ну, такая повседневная, да, когда ребенок пришел и рассказал, сегодня двойку получил или там, не знаю, поссорился с подружкой, вы договариваетесь, что вы можете рассказать из этого родителям. Если ребенок говорит, нет, пожалуйста, вот ничего не нужно рассказывать, я поделился, мне помощь не нужна, мне стало легче. Ну, здесь вопрос доверия. Ребенок не будет вам доверять, если вы расскажете. Другой вариант, когда это информация, которая угрожает там здоровью, жизни ребенка. Так как родители единственные законные представители, естественно, этой информацией стоит поделиться, при этом предупредив ребенка, что есть информация, которую, к сожалению, мы не можем оставить между собой, и родители должны тебе помочь с этим справиться. Я думаю, важно это оценивать здраво. А какая-то вот промежуточная еще есть такая информация, которая, она очень личная, но она влияет на ребенка. Вот та же самая, все эти подростковые, первая любовь, ну, допустим, или новая компания, которая вот не хочет принимать к себе, ну, я не знаю, это же ворох проблем в подростковом возрасте. Вот что делать с информацией, которая, она влияет на жизнь ребенка, она не является совсем повседневной, это не разовый какой-то случай. Первая любовь, это один раз. Но при этом она не угрожает напрямую жизни и здоровью. Вот это самое сложное, что, куда относить, как делать здесь. Ну, мы можем, ну, раз уж ребенок к нам пришел, мы можем оказать ему какую-то поддержку, понятное дело. Но мы также можем ему сказать, слушай, ну, я вижу, что вот это влияет на твою жизнь. Хорошо бы, если бы ты поделился этим, там, еще с родителями, например, потому что и они переживают, и они, наверное, больше, более компетентную помощь тебе могли бы оказать, чем я. Если ребенок там скажет, нет, я не готов, я не хочу с родителями, мы можем сказать, ну, ты просто хотя бы подумай об этом, потому что родители о тебе беспокоятся, они точно тебя любят, и они, ну, как бы тоже могут тебе помочь. Пусть у ребенка хотя бы эта мысль будет в голове, что он, может быть, он дозреет до этого. Или предложить вместе встретиться с родителями, если ребенок сам боится, и взрослый может адекватно преподнести информацию, которую рассказал вот ребенок. То есть кто бы ни был этот значимый взрослый, мама или папа, или родственники, друзья, это в любом случае нужно и все обсуждать, и включать какой-то максимальный такт при этом. А давайте еще о каких-то советах. Ну, то есть вот мы сейчас какой-то вывод хотели бы, и зрители у нас очень любят, ну, когда все, насколько это возможно. Понятно. Вот какой есть, допустим, чек-лист, подсказок, как правильно выстроить разговор, если мы говорим о подростке и родителе, то есть вот какие пункты должны быть? Я думаю, здесь хорошо подходит метод я-высказывания. Мы всегда говорим о себе, говорим о том, что мы чувствуем, говорим о том, что нас беспокоит, и что бы мы хотели видеть в итоге, что бы мы хотели, что изменилось. То есть это вариант там, я чувствую злость, когда ты меня обманываешь, я бы хотела, чтобы у нас были более доверительные отношения. Вот этот метод я-высказываний действительно очень хорошо работает, потому что мы говорим о себе, о своих чувствах, что помогает другому человеку более эмпатично к нам относиться. Что у нас еще есть такого, из важного в разговоре? Ну, я думаю, что в целом важно создавать атмосферу какую-то благоприятную для этого, для того, чтобы вообще эти разговоры могли продуктивно проходить в семье. И это тоже зависит не только от родителей, но и от ребенка. Важно там, чтобы ребенок хотя бы делился иногда каким-то своим, частью своей жизни, например. Может быть, он не готов там про все на свете рассказать, ну, хотя бы иногда рассказывать, чем он занимался, какие-то фотографии показывать, как он гулял с друзьями. Интересоваться тоже жизнью родителя. Как я уже прежде говорила, важно видеть в своих родителях тоже людей, которые тоже проходили через что-то подобное. Вот. Тогда, конечно, разговоры будут более продуктивными. Ну, и я за то, чтобы все равно вот это организовать время совместное. Пусть это будет не ежедневно, а, например, на выходных у вас есть несколько часов, которые вы проводите вместе. Час, два у вас это время прям по расписанию есть. И в это время вы друг с другом. Никаких телефонов, звонков по работе, взаимодействия с другими людьми, там, с подружками, родственниками и так далее. Вы вот вдвоем, втроем, семьей идете куда-то, в кино, в парк. Это то время, которое поможет вам сплотиться, которое поможет наладить взаимоотношения. Потому что, правда, очень важно, чтобы это было, ну, вот, полноценное, качественное взаимодействие. Не просто сесть рядом и в телефоне залипая, слушать на фоне, что там ребенок вам говорит, а качественное время, которое вы можете провести друг с другом. Спасибо большое за ваши советы. Я надеюсь, что благодаря им родители услышат своих детей и дети услышат своих родителей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова